Бимба Циденович соорудил на своем заборе специальный крючок. Уже много лет пенсионер раз в неделю увешивает сюда мусорный пакет. Говорит, раньше проблем не было, вывозили. А с тех пор, как зашел Эко-Альянс, сбои в графике. Апрель месяц я уплатил, мае уплатил, июнь уплатил. А с первого июля почему-то перестала машина приходить. Между тем, не лучшая ситуация и в центре города. Предлагаю проехать с нами и убедиться. Двигаемся по улице Коммунистическая. После второго перекрестка замечаем мешки с мусором. Очень похоже, что они из ближайшего кафе. Но там это отрицают. Это не наш. У нас мусор мы сами не платим. Далее заворачиваем на Бонзарова в сторону рынка. И опять мешок посреди улицы. Судя по всему, он здесь уже давно. Разворачиваемся в сторону площади Бонзарова. И здесь замечаем целую мусорную аллею. Пакеты с отходами, как виноградные грозди на деревьях. Мусор и на земле. Ни одной урны. Вот прошла от рынка, с остановки сошла. И несу пакетик, чтобы выбросить, где-то найти урну. Заворачиваем в первый попавшийся двор. И та же картина. На заборе аккуратно прибиты гвоздики. А на них гирлянды из пакетов. То есть это не люди и не компания, которая выполняет, а руководство города. Руководство города дало добру еще пять лет назад. Регоператор от такого в шоке. Говорят, нет такого вида сбора мусора. Их существует всего два. Контейнерный и бесконтейнерный. В первом случае нужен бак. Во втором случае нужна площадка для накопления отходов. Следить за ней обязанность органов местного самоуправления. Но сделать это в каждом дворе дорого. Поэтому когда-то разрешили людям развешивать свой мусор. Но Экоальянс долго это терпеть не собирается. Одно дело, когда ты приезжаешь к одной площадке и грузишь весь объем, допустим, поселка. А второе дело, когда ты тратишь целый день на то, чтобы объездить по всему поселку и около каждой калитки практически остановиться. То есть это мусоровозы работают, ну, как служба такси. Несмотря на это, сейчас регоператор обслуживает весь частный сектор. Ранее комбинат охватывал только 30% этих домов. Вывозили там, где люди платят. Поэтому пакетики исчезали быстрее. Но почему за столько лет проблему антисанитарии не попытались решить контролирующие органы, непонятно. Контейнерные площадки по нормам Санпина должны быть расположены не ближе 20 метров от частных владений, либо не дали 100 метров. Достаточно сложно контейнерные площадки у нас создать именно в сельской местности, в поселениях. Поэтому там в основном применяется именно под обмолой вывоз мусора. Эко-Альянс на протяжении пяти месяцев отправляет запросы в администрацию. Просят сделать во дворах хотя бы по одной мусорной площадке. Но ответа нет. Не отвечают и журналистам. С тех пор, как появился регоператор, чиновники настаивают, мусор уже не их зона ответственности. Так что продолжаем удивлять туристов и гостей столицы мусорными гроздями на деревьях. Похоже, наша республика – одна из немногих с такой практикой сбора мусора.